За новогодние каникулы произошло много ЧП. 5 января в Шую погиб 9-летний мальчик. Вместе с другом он перебегал дорогу в неположенном месте. Один проскочил, второй упал. Водитель пассажирской «Газели» не сумел остановить машину. В Савинском районе под колесами Ниссана погиб 19-летний юноша. Это произошло утром 1 января. По информации ГИБДД, за рулем иномарки была нетрезвая 34-летняя женщина. Она наехала на идущих в попутном направлении вдоль дороги девушку и парня. Юноша скончался на месте ДТП. У его спутницы травмы головы. При себе автомобилистки не было прав и страховки. 3 января около 11 ночи на автодорогу Гаврилов-Пасад-Тейкова выскочил лось. Водитель Форда Транзит экстренно затормозил. Но было поздно. Ударом животное выбросило на встречную полосу. Оно попало под колеса лады и погибло. Люди не пострадали. Теперь о криминальных событиях. В Юревце убили пожилого мужчину. Тело закопали в сугроб. Подозреваемые задержаны. Предварительно известно, пенсионер стал участником конфликта. Его избили. От полученных травм он скончался. Также задержаны подозреваемые в убийстве 39-летнего мужчины на улице Кавалерийской в Иванове. 3 января в одной из квартир случился пожар. При тушении был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Это хозяин квартиры. Он был склонен к употреблению спиртного. Его жилища постоянно собирались местные любители выпить. Полицейские установили, что в ночь, когда погиб мужчина, в его квартире находились двое ранее судимых граждан. Оба злоумышленника арестованы. Им предъявлено обвинение по статье «Убийство группы лиц». И еще одна смерть в Шуе. В больницу доставили 54-летнего мужчину с ножевым ранением. Там он скончался. Жена рассказала, ее муж чистил картошку и случайно ранил себя. Как сообщают полицейские, версия супруги не получила подтверждения. Сейчас она сама под подозрением. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова